Всем привет! В эфире Этнографика и сегодня мы продолжаем серию выпусков спонсорского видео, посвященном культам и обрядам на Западном Кавказе и их трактовке шире в мире, их объяснению. И сегодня мы поговорим об обряде вызова дождя, связанном с княгиней Лопатой или Хансагуаши в черкесском адыгском языке. То есть это одна из форм обряда вызова дождя, и сегодня вот мы об этой форме поговорим, а в следующем видео о несколько другой, более специфической для Черноморского побережья. Обряд вызова дождя, если брать черкесов, адыгов, считается связанным с божеством громоверстен Шибле и считается одним из самых распространенных даже сегодня, из сохранившихся. В прошлом он насчитывал более десяти вариантов, но сегодня сохранилось не более трех. Это в первую очередь моление под священным деревом или у священной могилы убитого молнией человека, реже животного, Хансагуаши, о котором я вот упомянул в самом начале, или княгине Лопата, и вынос воды из священного озера Хуко высокогорного. Первая форма моления о священных могил связана с тем, что такие священные могилы продолжали чествоваться даже в советские годы, когда убитого хоронили на том месте, где его ударило молнией, или если это сделать невозможно, например, на мосту убило, то его относили где-то недалеко, хоронили и делали такой небольшой курганчик с насыпанными камнями. Об этой особенности мы еще поговорим, но в следующих постах. И если первый вариант представляет собой различные трактовки проведения молитв под священными деревьями и у священных могил, то последние два отличаются большей такой активностью. Но, например, в обряде Хансагуаши, княгине Лопата, участвуют в основном только женщины и дети, за исключением одного мужчины-распорядителя, как правило, в классическом варианте. В то время как моления у деревьев или у могил убитого молнии священных могут и женщины, и мужчины. Исключительно мужчины приносят воду из высокогорного озера Хуко. Ну, возможно, это связано все-таки с тяжестью довольно-таки пути туда, пешком. Также мужчины плясали босыми и без шапок вокруг святых могил и выступали в качестве распорядителей ритуальных жрецов из определенных родов, которым посвящались те или иные обряды. Поскольку родовые фамилии часто специализировались на проведении обрядов, посвященных тому или иному духу, большинству. Для проведения обряда Хансагуаши на крестовую перекладину или лопату для уборки снега зимой надевали чучело в женской одежде и делали такую перекладину крестовую. То есть вот так, да? То есть получался крест и отсюда и название княгиня лопата. То есть на лопату насажено чучело. Обычная группа детей брала его в руки и проносила через весь аул, подходя к домам и напевая определенные молитвы. С порога домов детей и эту куклу обливали из семи ведер, как правило, и одаривали подарками разными. Ну, в прошлом это были разные сладости, какая-то пища ритуальная, а сегодня это чаще всего деньги обычные. Далее группа направлялась к реке, и здесь куклу топили, иногда ее ломали предварительно, а друг друга люди обливали водой, стараясь затащить в реку, и при этом старались еще и затащить прохожих в реку. Причем частенько это священное действие нарушало обычные табу между старшими и младшими, то есть могли затащить и старичка, и старушечку молодые в речку, то есть это не считалось зазорным. Если чучело не ломали, то его обычно после купания приносили в центр аула, втыкали в землю, и это чучело охраняли до вечера обычно пара ребят, которые потом его ломали и выбрасывали в реку. Обливанием и купанием занимались дети. Во время ритуала дети ели заранее приготовленные ритуальные пирожки с сыром, матазы или без такового, это хрыпы, которые делались исключительно спроса, как я уже упоминал в прошлых выпусках, из ритуальной пищи, которая обязательно должна была приспользоваться в ритуалах как древнее зерно, зерно предков. Проса или пшонка она же. Кроме того, на берегу заранее готовили различные угощения. Там закалывали какой-нибудь мелкий скот, козочку какую-нибудь. Дополнительные угощения покупали на собранные в ауле средства, и то, что вообще собрали, тоже туда приносили. Если среди участников присутствовали члены семьи человека убитого молнией, то, как правило, их первыми кидали в речку, потому что они считались святыми и вызывающими дождь людьми. Считалось, что такие ритуалы всегда достигают своего эффекта. В засушливое время их могли проводить прям подряд множество раз по достижению эффекта, и часто даже приглашали людей из не черкесских селений, из окрестных. Иногда даже есть сведения о том, что в советское время колхозники, допустим, окрестных каких-то совхозов, колхозов, плантаций обращались в черкесские аулы с просьбой проведения ритуала, чтобы победить засуху. Почему в речку кидали чучело? Потому что чучело представляет собой вот этот образ божества водного, и которое таким образом как бы приносится в жертву. То есть некоторые ученые считали, что это отголосок реальных жертвоприношений древности какой-то глубокой, когда могли людей действительно топить. Но заменили постепенно на чучело, которое таким образом как бы отправляется к своей водной стихии, ублажается, и таким образом от него ожидают дождя. Особенностью обряда Хансакуаша было отсутствие обращения к божеству или духу молнии Шибли, хотя вроде бы как бы он и покровитель-то этих дел. То есть он во множестве символов присутствует, но прямое обращение в молитвах идет к непосредственно главному божеству Тха, основному, который бог всех богов, условно, к Ялле или святому Илье, или Аллаху, ну если мы говорим о более позднем времени, когда уже ислам пришел, но не до конца как бы вплелся в эту грань, вот эту культурную. И явный осколок христианской религии в форме обращения к святому Илье отмечен этнографами в многих песнях, особенно вот в тех молитвах, песнях, которые пели дети, проходя по улу с этим чучелом. Примечательно, что у равнины хадыгов-чуркетцев обрядом Хансакуаша иногда называют весенний такой общий ритуал Тхатлео, когда в честь наступления весны для хорошего года закалывается какой-то бычок ритуально, и мясо его раздается малоимущим семьям, бедным, разным определенным людям. Так сложилось, что у причерноморских хадыгов-шапсугов Тхатлео обычно составная часть какого-то более частного обряда, то есть Тхатлео заканчивается общий обряд. Но не выступают заместителем его, они друг друга не подменяют. В качестве жертвенного животного на таких ритуалах отдавали предпочтение коровам черной масти или рябой, но обычно с какой-то белоотметиной, например, вокруг носа, вокруг ноздрей, светлая шерсть. Существовали и промежуточные версии обрядов вызова дождя, когда, наоборот, воду из реки приносили для окорпления камней на могиле человека убитого молнией или, наоборот, руками родственников такого человека с его могилы брался какой-то камень, приносился в речку, клался туда и потом возвращался на место. И нужно было следить, чтобы его не унесло рекой, иначе начнется шторм. Ну, как правило, он пролежать в реке должен был от трех до семи дней. Еще в более ранние времена в воду могли приносить череп какого-нибудь крупного животного, например, коня, который считался тоже своего рода оберегом. При молении женщин по священным деревам они могли взять кусочек коры, также точно отнести в воду и потом вернуть его обратно. Некоторые фольклорные экспедиции фиксировали военные отобряда, при котором в море опускали целые вороньи гнезда. Вот конкретно у причерноморских адыбов шапсугов такой выбор объяснялся тем, что вороны, по их представлениям, своим карканем вызывали дождь или даже бурю, поэтому тут надо было не перестараться все-таки. Есть сведения, что обряды в честь Шибли проводились и в регулярной ежегодной форме, то есть не просто для того, чтобы вызвать дождь, а вот выбиралась какая-то определенная дата, сезон, в которой они проводились, в течение недели. Обряды вызова дождя, вот особенность адыгов шапсугов, именно причерноморских. Особенность адыгов шапсугов при Черноморе в том, что в обрядах вызова дождя они к духам, богам, обращались непростительно, а требовательно, то есть прям даже с угрозой такой. И выражали негодование, если что-то проходило не так. То есть этнографы видят в этом более раннюю стадию этого обряда, такое еще более раннее магическое мышление, неискаженное религии. Обряд ханцегуаша долгое время считался одним из самых распространенных обрядов вызова дождя. Вообще у черкесов, адыгов в различных республиках Кавказа, не только на побережье. И в той или иной форме его всегда вспоминают информанты, когда спрашиваешь людей старше 300 лет. Все они, как участники этих обрядов, с детства их хорошо помнят. Помнят плохо молитвы, которые там читались, но само о действиях помнят хорошо. Популярность этого обряда была настолько распространенной, что он сохранился в той или иной форме по сей день. Но сегодня его проходят практически в единой форме везде, где финальная часть с купанием в реке, она приняла такую форму, ну, будет, не будет, не обязательно. И дети участвуют, как правило, в этом самостоятельно, и после обхода домов кидают чучело в реку, а последние полученные средства, деньги обычно дают, тратят на покупку разных сладостей, на свое усмотрение. И этот обряд, он потерял какую-то сакральную сущность, ритуальную, то есть он стал просто детским национальным развлечением, не более того. Похожие на Хэнцегуаше обряды вызова дождя, если мы читаем, допустим, Джеймса Фрейзера, этнографа и этнолога, который изучал вот эти все обряды, подобные по содержанию и форме обряды вызова дождя, как Хэнцегуаше, встречались и встречаются у многих народов вообще земного шара, именно в такой вот форме, что дало возможность исследователю магии и религии и ритуалов Джеймсу Фрейзеру еще в начале XX века собрать их все и объединить в отдельную главу в книге «Золотая ветвь», где он их систематизировал. И истоки этих обрядов входят в далекое прошлое человечества, просто причинноморские адыги и шапцуки, они достаточно хорошо сохранили, так как и все кавказские народы достаточно хорошо сохранили эту форму обряда до наших дней, в том числе и форме, связанной с озером и почитанием водных источников в прошлом. Про водные источники в прошлом почитаниях мы их как-нибудь поговорим в следующий раз, это довольно важная тема для понимания того, как менялась традиционная религия адыгов до прихода ислама. Ну и что касается каких-то аналогий, действительно, например, в Дагестане большинство этих обрядов сегодня можно встретить, если мы говорим о Кавказе. Понятно, что везде они есть, в той или иной форме, с этим купанием в речках, но вот на поход в горы за водой, допустим, чучело это, хождение с чучелом, они встречаются и тоже сегодня существуют даже в Дагестане, например, в такой вот форме шуточной игры детской. Ну, о некоторых этих особенностях мы еще поговорим в будущих выпусках, а пока у меня все. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, комментируйте, не забывайте подписываться и нажимайте на колокольчик, чтобы получать свежие уведомления о новых видео этого канала. Также, напоминаю, есть в наличии книга «Танцы, горы и каштановый мед». Чтобы ее заказать, пишите мне в комментариях. Ну и до новых встреч в новых выпусках. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!